Владимир Борода – известный в узких кругах писатель хиппи. Родился и вырос в Советском Союзе. Теперь живет в Чешской Республике. В 70-х Володя носил длинные волосы и тертые джинсы. Говорит, что диссидентом никогда не был, просто мода была такая. Однако в 78-м году, в возрасте 19 лет, ему таки дали срок за антисоветщину. Мы печатали кусочки из декларации прав человека всего лишь. Не призывали ничего, просто такой щенячий восторг. Типа, вот смотрите, можно ездить куда хочешь, менять страну, выезжать, возвращаться. А 95% людей отнесли эти бумажки, мы их в почтовые ящики клали, отнесли в ККБ. Шесть лет провел Володя в мытарствах, который в подробностях описал в своем зазаборном романе. Помимо автобиографичного погружения в тюремный мир, книга ценна тем, что в ней поименно, а точнее пофамильно отмечены организаторы и участники милицейского беспредела и государственного бандитизма. Среди них майор Тюленев по кличке Тюлень, беспощадное чудовище, забивающее насмерть заключенных. Сейчас Юрий Тюленев выдвигается депутатом в совет города Омска от КПРФ. Господину Тюленеву в книге отведено целых три главы. ДПНК «Масляк» сразу поволок меня к Тюленю. Я понял, молотки будут на совесть от всей души. Но то, что меня ожидало, превзошло все ожидания. Сначала меня лупили в кабинете хозяина, затем пропорав ДПНК дубинками и сапогами. Наверное, мой мозг устал воспринимать непрерывные сигналы о боли, и, не видя возможности избавиться от раздражителя, просто отключился. Я полетела в черное-черное небо, и вся эта мразь, пропора, подкунки, режимники, ДПНК, шныри, черти, тюлень остались далеко-далеко, на грязной земле, в полной насилии и страданий. Из ненавистного совка, забравшего шесть лет жизни, Володя со своей подругой и двумя детьми бежал сначала в Польшу, а затем в Чехию. Некоторое время скитались по сквотам и впискам. В лагере беженцев подруга, не выдержав бродячей жизни и забрав дочерей, ушла к другому, стриженым. Просить гражданства Володя даже не пытался, тогда это было практически бесполезно. Меня пять раз они задерживали, каждый раз плакали, потому что я был без документов, говорили, что нужно определиться, без документов жить нельзя. Я им говорил честно, что я родился в Индии, от мамы башкирки канадского гражданства и папы немца американского происхождения. То есть делал с них, по-чешски говоря, сранку, то есть стебался над ними, в лицо. Они просили меня фамилию. Я говорю, у меня никогда не было фамилии. Они говорят, ну протокол нужно записать. Я сказал, ну напишите, Володя хиппи. Они писали, Володя хиппи. Володя познакомился со своей нынешней женой Маркеты, и они вместе автостопом уехали на Канары, где жили несколько лет. В 98-м году по настоянию жены Володя начал длительные процедуры узаконивания своего пребывания в Чехии. И в конце концов получил азил в 2001-м. Четыре года назад у Володи и Маркеты родился сын Джонатан, и они купили чуть ли не на распродаже домик в горах, недалеко от Праги. На вопрос, скучает ли по родине, Володя твердо отвечает – нет. Полностью доволен, потому что самое главное, что меня толкало из совка – это не свобода. Здесь я свободен. Личный опыт и мытарство в совке привели к тому, что на слово «социализм» у Володи буквально аллергические реакции. В идеалы социализма не верит, движение хиппи к левым не относит. Для определения хиппизма писатель использует понятие «коммунититы» – способ жизни в коммунах. А насчет автостопа, взаимопомощи – это как раз не левая у хиппи. Это как раз кусочки коммунности. И основано именно на добровольности. То есть, что это не нравится, можно не вписать. Когда пионеры боялись, говорили, что это, типа, на тусовке осудят. Ну, а лдовые люди говорили, да нет, почему. Даже милиция с нами, и все люди с нами, люди объединяются. Господа, поставьте свои подписи под нашим опрощением в Моссовет. Здесь для того, чтобы в Москве была улица любви. Движение хиппи Володя обозначает как неполитическое. Однако по своей философии и идеалам оно близко идеям анархизма. А точнее сказать, писатель определяет анархизм как политическую сторону хиппизма. Хиппи хоть и возникли позже, чем анархисты, и намного. Но, с моей точки зрения, они как бы довели до логического конца то, что хотели анархисты. Поэтому анархистов и не получалось. Они понимали, что им хотелось сразу, хотелось немножко насилие применить, а потом уже после будем белыми, пушистыми, хорошими. А хиппи первые поняли, что насильно цивилу не заставишь галстук снимать, пусть носит. Володя говорит, что движение хиппи умерло, но остались личности и межличностные отношения. Хиппи прежде всего идеалисты, и сейчас этот термин у многих вызывает саркастическую улыбку. Идеализм стал синонимом наивности. Ведь плыть по течению – это понятно, это привычно, это и есть нормально для тюленевого царства. Есть понятие идеала. Беловодье, Шамбала. Люди не живут в Беловодье, не живут в Шамбале. То есть люди не живут в идеале. Но есть люди, которые идут к нему медленно, быстро. Это уже разные вещи. Разные люди, разные вещи. А есть люди, которые не идут к идеалу. Лариса Матейсон. Специально для проекта «Независимая журналистика» арт-студии «Де Стал» Прага.